Итак, сегодня мы будем разговаривать о защите Amazfit Bip. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это защита стекла. Здесь 2,5D стекло, вроде бы как оно защищенное должно быть, по заявлениям производителя это Gorilla Glass какого-то поколения стекло устойчивое к царапинам и сколам. За три месяца я их не повредил. Единственное, что местами потертости на самих, на самом трекере, на часах защитного вот этого вот слоя, который софтач покрытия, оно немного стерлось. Корпус здесь пластиковый, была приобретена накладка такая вот, та мистер, называется, ссылка будет в описании, отдельно по накладкам и браслетам я уже делал видео, ссылку поставим в конце. Значит, что хотелось бы сказать, вот за счет уплотнения этого, такого экранчика, получается у нас здесь, если посмотреть, видно как выступает вот стекло немного над корпусом. Это естественно чревато сколами, потертостями, царапинами, особенно летом. Вот, когда вы будете ходить в футболке, начнете что-то делать с каким-нибудь инструментом или зацепитесь за дверь, вот, и вы можете поцарапать. В накладке стекло получается вровень с накладкой идет, то есть защитный бампер этот, он не даст поцарапать само стекло. Почему я поменял ремешок? Потому что за два-три месяца ремешок уже приятно поднадоел, я его менял местами, после оригинального состояния, как он у меня стоял изначально родной, я его поменял обратно местами, это немного улучшило восприятие на руки их, но с вот этим это не сравнится, конечно. Миланская петля отпала сразу, потому что очень много на нее было нареканий в плане того, что отказывается работать компас, и поэтому я, ну, не то чтобы я не захотел, я вовремя посмотрел чье-то видео и просто не стал себе заказывать. Здесь волосы не цепляет, плотный ремешок, просветы видны, то есть, ну, как бы рука будет дышать, сидят хорошо, за счет массы самого ремешка, получается, на руке ощущаются они, скажем так, увесисто, как и обычные часы, там, луч, аналог, вот, по массе. То есть, можно взять весы, включить, вот, и посмотреть, сколько будет весить данный агрегат. Так, ну, приблизительно 51 грамм, грубо говоря, за счет ремешка, создается такое ощущение. Если возьмем такие вот часы, то их масса будет 44 грамма, ну, то есть, как бы, по массе можете себе представить, за счет ремешка из нержавейки, как они сразу преображаются, вот. Да, может быть, эстетически, конечно, не сильно красиво, было бы, допустим, лучше, если был бы черный ремешок, но, опять же, как поведет себя краска на таком браслете, ну, неизвестно, вот. Вот, не хотелось бы рисковать лишний раз, хотя, в принципе, черный можно заказать, если будет все нормально, то, как бы, почему и не пользоваться черным. Вот, опять же, смущает то, что на море, как они себя будут вести. Вот, защелка довольно-таки стандартная, на браслетах, которые, ну, как и раньше, расстегивались, но не полностью разъединялись, может быть, даже будет кому-то проще, лучше сделать такой браслет, на 20 заказать, чтобы не потерять часы с запястья. У меня, в принципе, это устраивает. По защите, как бы, все тоже устраивает. Есть еще дополнительная накладка оранжевого цвета, но желтая нравится больше. Вот, циферблат можете поставить, какой захотите. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok